Юмор – способность подмечать в явлениях смешные стороны. Юмор – интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные смешные стороны, зубоскальство. Чувство юмора связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире. Улыбка – знак хорошего настроения. Ха, не всегда. В широком смысле – всё, что может вызвать смех, улыбку и радость. Этимология. В русском языке первоначально имела хождение старая форма – гумор с XVIII века в значении настроения расположения духа. Фасмер, Макс Юлиус Фридрих Фасмер предполагал, что такой вариант мог быть заимствованием из немецкого «humor». Но такая форма также могла быть заимствована из итальянского языка. Например, из итальянского «humori». Вариант «humor» со значением «чувство смешного» в русский язык попал в XIX веке из английского. Такая форма отражает звучание на английском «humor». Изначальным происхождением слова является латинское «humor», имевшее значение «влажность», «жидкость», «сок». В средневековой медицине это латинское слово имело понятие «влажного человека», в котором было достаточное количество телесной жидкости, что являлось признаком здоровья для тела и духа. История изучения. В философии и науке XVIII века противоречивость «humора» рассматривалась в русле поиска логики построения юмористического образа. Так, шотландский философ Джбитси в эссе «О смехе» обозначил объект своего труда как результат наблюдения двух или более нелогичных, несоответствующих или нелепых частей или обстоятельств, рассматривающихся как объединенные в одном сложном объекте или группе. Артур Шопенгауэр в работе «Мир как воля и представление» указывал, что два несовпадающих элемента, из которых возникает смешное, это усвоенные нами понятия и реальный объект, который мыслился в этом понятии, но в действительности оказался отличным от него. В теории разрядки юмор трактуется как механизм освобождения от напряжения, как своеобразный предохранительный клапан. Шотландский философ XIX века Александр Бен и английский социолог Герберт Спенсер также рассматривали смех как разрядку. Элементы теории разрядки можно найти и в подробной интерпретации оснований юмора, предложенной Зигмундом Фрейдом. В работе «Остроумие и его отношение к бессознательному» основатель психоанализа четко определяет различия между юмором, комизмом и остротой. Зигмунд Фрейд считал, что юмор – это средство решения психической проблемы простейшими способами, успешно опробованными индивидами в самом начале жизни. По мнению Э. Оринга, юмор зависит от восприятия соответствующего несоответствия. Его ученый понимает как нахождение связи между двумя категориями, которые с позиций здравого смысла рассматривались бы как противоречивые. Английский социолог М. Малкей пишет, что в юмористическом образе правила логики ожидания здравого смысла, научные законы и требования приличий не являются обязательными. Он полагает, что общественная жизнь включает в себя множество противоречивых значений и смыслов, а юмор с его релятивизмом создает особую среду, особый язык для выражения этих противоречий. Тем самым юмор служит поддержанию социального порядка. Виды. Существуют различные формы юмора. Шутка – это фраза или небольшой текст юмористического содержания. Анекдот, фольклорный жанр, короткая и смешная история, обычно передаваемая из уст в уста. Пародия – произведение искусства, имеющее целью создать у читателя, зрителя, слушателя комического эффекта за счёт намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения в специально изменённой форме. Каламбур – литературный приём с использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов или словосочетаний, сходных по звучанию. Особый вид юмора представляет собой чёрный юмор. Чёрный юмор – это юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими уродствами или иными мрачными, макабрическими темами. Чёрный юмор – обычный ингредиент абсурдистики в литературе и в кино. Обэ Риу, Монти Пайтон, театр абсурда. Чё за Обэ Риу? Сейчас просмотрим быстро. Обэ Риу – это группа писателей и деятелей культуры, существовавшая в 1927-м, начале 1930-х годов в Ленинграде. Вот так. Также существует туалетный юмор. Туалетный юмор – он же сортирный юмор. Юмор ниже пояса. Юмор основанный на физиологических процессах, мочеиспускания, экскременты, процесс дефекации и другие. Наряду с текстовой формой юмор может быть также представлен в графическом виде. Карикатура, шарж и другие. Похожие жанры. Другие виды комического, которые отличаются от юмора, но зачастую отождествляются с ним. Сатира – резкое проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое унизительное обличение явлений при помощи различных комических средств приемов сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и других. Ирония – сатирический прием, в котором истинный смысл скрыт или противоречит, противопоставляется явному смыслу. Сарказм – один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого. Гротеск – способ художественного формообразования, а также отдельный жанр в искусстве, в котором комически или трагикомически обобщаются и заостряются жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического. Чувство юмора. Чувство юмора – это психологическая особенность человека, заключающаяся в подмечании противоречий в окружающем мире и оценке их с комической точки зрения. Чувство юмора может выступать объектом иронии со стороны социального большинства и нарекаться фанатизмом. Чувство юмора начинает проявляться и развиваться в раннем детстве под влиянием окружающей среды, анекдотов и тому подобного. Отсутствие предпосылок для его развития приводит к формированию прямолинейного характера. Человек с таким крайним типом личности может иметь проблемы в социальной адаптации. Психология юмора рассмотрена Зигмундом Фрейдом в работе «Остроумие и его отношение к бессознательному». Идея о том, что чувство юмора развилось у людей под действием полового отбора, как средство демонстрации интеллекта, была сформулирована и теоретически обоснована в 2000 году. Всего так поздно эволюционным психологом Джеффри Миллером, получивший широкую известность книги «The Mating Mind». Эволюционные психологи предполагают, что юмор является аналогом павленьего хвоста, который служит для демонстрации самкам своих хороших генов. Ислам выработал целый ряд правил относительно юмора. Ого! Ничего себе! Смехотерапия! Смехотерапия, юморотерапия, гелототерапия. Использование юмористических техник терапевтического юмора различными специалистами, направленное на улучшение понимания клиентам себя, своего поведения, настроения. Метод смехотерапии создает при помощи юмора позитивное душевное состояние. Помогает человеку увидеть и открыть для себя различные нелепости жизни и жизненных ситуаций, что нормализует самочувствие физическое и эмоциональное, направляет к более высокому уровню разрешения проблемы, увеличивает познавательный потенциал, духовно обогащает. Столицы юмора! Столицы! Ну, столицы в кавычку. Некоторые города претендуют на звание национальной или даже мировой столицы юмора. Одесса, Украина, Вонхоцк, Польша, Габрово, Болгария, Абердин, Шотландия, Гюмри, Армения. Ну вот и всё, ребятки. Мы прочитали всё про юмор. Хорошо, что это просто юмор. Вот, понятийные термины такие вот. Потому что, когда мы читаем про людей, их биографические статьи, это очень много времени занимает. А у меня же есть и другие дела. Понимаете? Вот. Как бы вам не было интересно меня слушать, моё чтение, я не могу делать этого вред себе. Мне же ещё надо самой как-то жить. Ещё надо, ну, домашними делами заниматься, складывать вещи. Но я же не могу всё время их держать, ну, как где-нибудь там, где они должны лежать. Поэтому они могут быть на стуле, на диване. Вот. А чтобы они не были всегда вот такими, надо их убирать потом. Ещё надо готовить, готовить, кушать, ездить куда-то. Чтобы зарабатывать на жизнь, на пропитание. Потому что никто это не вынят и не положит. Ну, в смысле. Накодится. На блюдечке с голубой каёмочкой. А, в серебряном блюдечке с голубой каёмочкой никто ничего не положит, не даст. Вот. Поэтому всем нам как-то надо жить и двигаться. Хочешь жить, умей вертеться, ещё говорят. Ну, вот и всё. Давайте прощаться, наконец-то. И... А потом я чё-нибудь ещё прочитаю. Сегодня у меня есть время прочитать... Ну, ещё про кого-нибудь. Может быть, про Тургенева. А может, про Воснецова. А может быть, про... Кого бы прочитать? Про Косовского. Да. Кого-нибудь из русских хочу прочитать. Или Дорогомышского. Или Бхалоростовского. Если вы заметили, я читаю только про умерших. Потому что... Если человек живой, то про него ещё будет... Будут добавляться и добавляться разные биографические сведения. Так что... Лучше уж. Вот. А потом ещё про Наполеона хочу прочитать. Ну, всё. Давайте... Пока. Давайте. Всего вам доброго. Счастливо оставаться. Взаймитесь чём-нибудь полезным. И... Счастья вам. Вот. Девятое января сегодня, кажется. А, да. На календаре. И... Пока-пока. Счастья, здоровья, любви. И всего хорошего. Пока-пока. Продолжение следует...